Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя, это мой канал Мобзорка, и сегодня у нас Короче, Эпик 7+, глава 6, эпизода 1, Сон в Тумане. Расы Мерседес направляются в болотные пустоши, по пути к которым стоит Железная Крепость, где их ожидает Орден Щита с Крозетом Марбинахом, которому было поручено сопроводить раса в руине Тагихеля. В этих руинах находится очередное святилище с кусочком орхидемоновой мощи. Кстати, да, вот вам схема того, сколько осталось кусков и что с ними стало. Подходя к Крозету, и его рыцарь раз услышал что-то про женщину, в которую влюбился командир Ордена Щита, когда она спрашивала направление. Также Леон отпросился у наследника Завета поискать эту женщину, так по его словам, похоже, что она была ранена. Идя по дороге к святилищу, Мерседес ощущает темную энергию, и на них нападают рыцари Щита. Все в шоке и стали искать, в чем же дело. Увидев Ларину, они дают ей леща, чтобы та очнулась. После ее слов, Рас понимает, что они столкнулись с Тенебрией, королевой иллюзий. Они начинают ее искать под напором нападающих солдат. В крепости они встречают Динго, повара компании наемников Дикие Псы. У него оказался иммунитет к иллюзиям, и всех буйных он насыпил своей готовкой. Но Рас показался ему вкусным, и он решает, ли он нашинковать для своих будущих блюд. Сдав и Тинго знатного леща, они идут дальше в крепость. В крепости рыцарей Ордена Щита нападают на гражданских, и нам показывают, что творится в голове у некоторых из них. Крозет помогает своим рыцарям пробудиться от этого кошмара, но сам страдает из-за сомнений в правильности своих суждений. Рас его приободряют, говоря, что и сам не знает, к чему приведет воля богини и его действия, но все, что он может, это следовать выбранному пути. Внезапно Крозет задумался о судьбе женщины с красной ленточкой, в которую влюбился, и пошел ее искать. Найдя эту девушку, он успокоился, и она тоже была рада, что он за нее беспокоился, и в награду собралась одарить его идеальной иллюзией. В шоке и ужасе Крозет понимает, что эта женщина Тенебрия. Она убеждает Крозета, что во всем виноват Рас. Начинается сражение, Крозету дают леща. Рас и Мерседес столкнулись лицом к лицу Тенебрии, но не успевают отвести взгляд, и она уволакивает их в иллюзию. Рас и Мерседес и Арки радуются. Архидемон повержен, битва небесных существ окончена, и они больше не будут насылать на этот мир архидемонов. Но, конечно же, они очнулись, и с сожалением покинули иллюзию, где все были живы. Пока они пробираются к выходу из иллюзии, Мерседес размышляет о мире, где не должно существовать таких гомунклов, как она. По очереди перед Расом появляется Руэль, судья Кесе, Вилдрид и Серия. Они уговаривают, обвиняют, убеждают их в бесполезности всего. Перед Мерседеса же появляется Кейрен и зовет ее обратно, на сторону архидемона, осуществить свое истинное предназначение. Но Рас ей помогает вновь обрести себя. Они сбежали из иллюзии. Они начинают сражение с Тенебрией, и она проигрывает. Говорит, что даже если она умрет, то Вилдрид и Кейрон воскресят архидемона. Рас немного не понимает, ведь Вилдрид и Кейрон говорили, что планируют использовать морщ архидемона ради себя. Что же они пытаются сделать? Грозет дает Расу карту для того, чтобы добраться в руины Тагихеля, и наша компания отправляется дальше. Конец шестой главы первого эпизода.